Владимир, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот ни на кого не преподала подобная история. Коронавирус, потом полномасштабная война. Фактически военные, во время военных действий Зеленский зашел на пост, если говорить о Донбассе, оккупации Крыма, то, что произошло после. Как вы оцениваете вообще, справляется ли Зеленский, и каким он стал со всей этой историей? — Ну, я вот сегодня утром как раз при обсуждении этой темы услышал от одного из ваших коллег такой вопрос. А может быть, мы видим нового человека за эти три месяца. Слушайте, ну человек-то остался тот же самый. Просто он проявил себя в критических обстоятельствах, в наиболее сложных обстоятельствах и для себя, и для всей страны. А человек тот же самый. Я вот расскажу просто личное впечатление. Не то что за день, за несколько часов до начала войны, это было поздним вечером 23-го числа, я разговаривал на одном мероприятии с одним известным украинским политиком, не буду называть его имя. Он мне говорил, сбежит. В первые же часы войны сбежит. И так же думали многие, на самом деле. А увидели прямо противоположное. Вот я думаю, что одна из определяющих характеристик Зеленского, с первых, не то что даже дни президентства, с момента избирательной кампании и в период президентства, и особенно последние три месяца, он умеет нас удивлять. Чаще удивляет позитивно. Хотя были, конечно, и какие-то, может быть, предметы для разочарования, и для критики. Было много ошибок и в кадровой политике, и в отдельных политических решениях. Но он умеет не просто удивлять. Он умеет быть правильным, делать правильные решения в правильное время. Вот это очень важно. Он пришел тогда, когда было огромное разочарование в политическом классе Украины, в правящих политических элитах. Причем во всех. И в тех, кто правил во времена Януковича, и в тех, кто правил после 2014 года, в таких постмайданных элитах. Был тотальный кризис доверия к элитам. Нужно было обновление. Он пришел, он попытался максимально обновить политический класс страны, в частности состав парламента. И тут не все выдержали испытания, были ошибки кадровые и в составе парламентариев, и в составе правительства. Но импульс к обновлению был необходим. И он был сделан. И, в принципе, Зеленский, которого многие критикуют за популизм, но популизм в нашей политике, наверное, неизбежен. Это часть вообще современной политики, как бы мы к этому не относились. Но ведь он не боялся идти на некоторые решения, непопулярные, которые не принимались политиками, значительной частью общества, в частности земельная реформа. 20 лет был мораторий на куплю-продажу у сельскохозяйственной земли. А в конце концов земельная реформа была принята и заработала. Другой пример. 20 лет все обещали. Кучма пытался сделать, потом Ющенко это обещал, Порошенко обещал, но никто так и не ликвидировал норму о депутатской неприкосновенности, конституционную норму. А здесь это сделали буквально в первый день работы нового парламента. И это, кстати, выполнение предвыборных обещаний Зеленского.